Привет, дорогие друзья! Сегодня на канале у нас будет небольшое видео, которое будет посвящено бойлерам. Итак, есть у нас вот такой вот бойлер Ariston, которому уже 11 лет. Покупали мы его в 2009 году, по-моему. Больше 10 лет ему. Проработал он у нас отлично. Чистился всего лишь 4 или 5 раз. Ничего не менялось. Это у нас обыкновенный, самый простой бойлер с мокрым теном. Но в последнее время у него случилась вот такая вот ситуация. Я разобрал. У нас начало протекать. Как можете видеть, здесь у нас ржавчина на крышке. Сначала у нас пошел обратный клапан на протечку. То есть, он у нас рабочий и давление в бойлере сбрасывалось. Но потом я обратил внимание, что еще подкапывает самого бойлера. Ну, снял крышечку. Снимаю, ребятки, на телефон, ибо надо подсветочка. Вот в этом месте, где у нас крепление, начала проходить водичка. То есть, интересно она проходит, вот если я пальцем вот так немного. Бывает, что она совсем уж капает, когда мы включаем бойлер на нагрев до полного нагрева. Бывает, что вот как сейчас, совсем немножко. Но если мы, допустим, включим воду горячую, то через некоторое время здесь у нас начинает сочиться водичка. Вот, как вы сможете видеть. Пошла, пошла уже потемножку. В общем, ребятки, конечно же, было решено все же с ним попрощаться, потому что со временем можно словить, так сказать, проблемы по боли. Так как здесь это все дело может набираться под сам корпус. И, соответственно, может произойти большая протечка, там, затопить соседей и так далее. Сейчас мы будем отправляться в магазин. Выбрали уже бойлер. Я, конечно же, хотел купить с сухим теном, но почитал многие отзывы. И пока что по деньгам я не готов сразу выложить больше 4000 гривен за сухой тен. И мы решили брать аналогичный бойлер для того, чтобы нам не пришлось ничего сверлить. Поцепить его на вот эти вот крепления. Мой выбор пал на два бойлера. Это тоже бренд Ariston. По-моему, SG-1 в титрах сейчас появится моделька, которую я выбрал. В принципе, такая же, но немножко усовершенствованная. И вторая модель – это бренд Ardesto. Тоже итальянский бренд. В принципе, вроде как пишут, что завод тоже находится в Италии. По отзывам – супер. И дальше я расскажу, после того, как мы все это поставим, почему я выбрал именно бойлер более-менее именитый, чем брать, допустим, подешевле какие-то ноунеймы. Ну что ж. Ребятки, на моем канале уже есть видео, которое называется «Бойлер Ardesto NTS 80 VR. Выбор, советы, обзор и распаковка». Данное видео вышло немножко раньше, чем данный ролик. Советую его посмотреть. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мне будет приятно. И всем хорошего дня и хороших покупок. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok